До 10 октября отопление появится во всех районах Петропавловска, обещают коммунальщики. Подключили почти все социальные объекты и чуть больше половины многоэтажек. Чтобы не замерзнуть в квартирах, остальным приходится обогреваться дома кондиционерами, электрорадиаторами и даже газовыми плитами. Маленькие дети, пожилые и больные люди, заложниками ситуации оказались тысячи человек. Уже вторую неделю в Петропавловске самый актуальный вопрос, когда же дадут тепло. Ответить на него попытались монополисты. Загорается, что? Девятый. Девятый, это что, у нас будет? Обычный будний день в малокомплектной начальной школе номер 19 идет урок русского языка. Только вместо орфографии дети думают о том, как бы согреться. С наступлением холодов температура в кабинетах не поднимается выше 10 градусов тепла, хотя по санитарным нормам должно быть как минимум плюс 24. Сейчас здесь работают 6 учителей, обучается 23 ребенка. Мама мне всегда тепло одевает, ухаживает, чтобы я не замерзла. В классе холодно, возьми подушечку. Чтобы в школе не было холодно, мама мне дает одевать или теплые носки, почтальники. После уроков я быстрее бегу домой, чтобы погреться у печки. Промывку и опрессовку системы отопления здесь провели еще в начале июля, но и это не уберегло школьников и учителей от холода в классах. Говорят, отопление не дали из-за ремонта тепломагистрали по улице Мира. В ближайшие дни коммунальщики обещают завершить работы, а пока детей и взрослых с трудом спасают теплые вещи и обогреватели. Применяем электроприборы, чтобы было тепло, чтобы было комфортно нашим деткам, чтобы и учителя преподавали свой предмет, не заболели. Родители в понимании, что здесь в микрорайоне тоже не дали отопление. Они тоже эту трассу ждут, когда закончится ремонт. Сейчас отопления нет в двух школах областного центра, но мерзнут ученики еще нескольких учебных заведений. Там из-за низких параметров температура воды в трубах не превышает 60 градусов, при норме в 74. Монополисты объясняют это перегруженностью на одних участках тепломагистрали и ремонтом других. На отсутствие тепла в квартирах больше всего жалуются жители центра 19 и 20 микрорайонов. Реконструкцию теплотрассы здесь начали еще в июле. И все это время десятки многоэтажек оставались без горячей воды. Теперь их жильцы еще и замерзают. Люди вынуждены согреваться при помощи дополнительных электрических приборов и газовых плит, а это существенный удар по карману многих горожан. Но тепловики просят еще немного потерпеть. Капитальный ремонт полностью 100% выполнили. Сейчас заканчиваем работы по реконструкции. Первые магистрали, сегодня запускаем пятую магистраль, уже закончили. Квартальные сети закончили и вторую магистраль тоже до 10-го числа закончили. По первой магистрали, чтобы запустить соцобъекты, вот эти вот, где 800, коммутируем тыщевку, там пробросили временные трубопроводы, запитали детские сады, они сейчас в работе находятся. Напомню, отопительный сезон в Петропавловске начался 25 сентября. За это время к системе теплоснабжения подключили 580 многоэтажек. Это чуть больше половины всех домов. Алина Боржанова, Казбек Ирыкбаев. Новости МТРК.